Добрый вечер из Солнечной Калифорнии! Вам спасибо, что пришли, вам спасибо, что смотрите. Это слишком поздно. Второй выпуск нашего ежемесячного шоу, в котором мы следим за тем, что происходит, и с помощью смеха делаем вид, что мы не в ужасе. Сразу начнем со слона в комнате. Новая штора. С прошлым выпуском случилась самая классическая вещь в истории вечерних шоу. Люди разозлились на меня из-за шутки. Только мы, естественно, поставили какой-то невероятный рекорд и умудрились разозлить людей в самом, блядь, первом выпуске. Причиной того стал мой разгон про то, что забавные названия городов иногда мешают серьезно воспринимать ужасные заголовки. Например, Борисоглебск, село Глотово и изюм. Я уже подробно прокомментировал ситуацию в последнем интервью Гордеевы. Если вам интересно, то вы можете посмотреть. Но здесь я хотел бы сказать вам вот что. Я, естественно, не хотел, чтобы эта шутка кого-то ранила. Потому что мне не очень нравится читать «Угрозы убийств». Такой уж я человек. Чисто мои тараканы, забейте. И мне казалось, что я сделал все возможное, чтобы шутка не выглядела, будто я шучу над тем, что происходит или происходило в этом городе. А только над несколькими названиями, одной из которых был изюм. Но большинство людей подумало наоборот. Однако были и те, кто все правильно понял, но все равно посчитали, что использовать название города, в котором произошел подобный ужас, в юмористическом материале, это чересчур. И я понимаю вас. Я не согласен с вашей позицией, но она мне прекрасно понятна, и вы имеете на нее полное право. Но это то, как я справляюсь со стрессом. Пытаюсь в своей комедии переработать актуальные вещи. И так как наша действительно сейчас очень острая, понятно, почему это кому-то может быть тяжело воспринять. Ну а тем, кто в огромном количестве желал мне смерти и угрожал убийством моих близких, ох уж эти европейцы, и те, кто с помощью вранья, замалчивания фактов и вырезания кусков специально решил выставить все в худшем свете, чтобы на моем примере подкинуть дров в огонь мнения «Не бывает хороших русских», я хочу сказать – я вас прощаю. И перед тем, как перейти к обсуждению новостей, я понял, что сделал не так, я сделал выводы. И чтобы окончательно закрыть эту тему и исправить ситуацию, подготовил список из еще 30 городов, которые странно смешно называются, чтобы разозлить людей более равномерно. Это слишком поздно, не переключайтесь. Итак, переходим к новостям. Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил в космосе гигантский вопросительный знак. Ученые предполагают, что объект может быть слиянием двух галактик. Если бы телескоп подвинули чуть левее, они бы увидели галактики в форме надписи «Вы там совсем ебанулись». Возможно, это просто секретная локация, а возможно, именно оттуда человечество сможет получить ответы на свои самые главные вопросы. Работает ли Собчак на Кремль? Кто убил Марка? И почему он, а не я, едет в Египет? Предлагаю назвать эту новую галактику «Дрочишь»? Двигаемся дальше. МВД России предложило предоставлять полиции доступ к переписке россиян до санкций суда. Видимо, чтобы отдельным рычагом давления полиции на людей мог стать шантаж с твоими кринжовыми подкатами к девушкам со школьных лет. Бля, как быть с голыми фотками? Не уверен, что это хорошая идея, чтобы внутренние органы могли видеть внешние. Ну и слушайте, давайте так. Если все переписки россиян будут доступны без суда, тогда, наверное, справедливо будет рассекретить все переписки госслужащих. Ну, они же народные избранники. Ну и в конце концов, я имею право знать, как выглядит мандат, прежде чем голосовать за него. Ну и не беспокойтесь, всегда держите в голове, что если вы будете скидывать кому-то дикпик, и вы живете в России, помните, что где-то в отделении, скорее всего, происходит такой диалог. Ну как дела, Семенович? Да хуёво! Очередной висяк. С другой стороны, если вас когда-то бесило, что человек не посмотрел сообщения от вас, не переживайте, ебанее. Теперь все сообщения будут прочитаны. Двигаемся дальше. Ученые воссоздали песню Pink Floyd Another Brick in the Wall по мозговой активности слушателей с помощью искусственного интеллекта. По сути, испытуемые просто вспоминали песню с датчиками на голове, и нейросеть смогла воссоздать вот это. Кажется, эта нейросеть — это мой пьяный дед, который пытается спеть песню, которую не знает. Вообще, это жутко. Это жутко наскв... Ну, это уже можно разобрать и угадать это. В России хотели произвести тот же эксперимент с песнями шамана, но мозг во время прослушивания этих песен не показывал активности. Такая. Вообще, это очень пугает, ведь это значит, что скоро появится возможность буквально читать мысли, и, скорее всего, МВД России захочет получать безрешение суда и их. А я не хочу, чтобы МВД России начали прослушивать мою голову и такие... Блядь, тут просто играет музыка из деревни дураков, тут что-то сломано. Такая, такая новость. Нет, там не коллекция порнухи. Я не думаю, ох, порнуха моя порнуха. Типа, в плане, как выглядит звук порнухи просто... Это странно. Вдруг я вспоминаю, как я вкусно ел у бабушки. Ох вы, это не могу сказать, порнуха. Такая быстрая новость. Талибы сожгли сотни музыкальных инструментов, объявив музыку аморальной. Хм. Кто-то борется с музыкой, которую считают аморальной. На что-то похоже. Есть ощущение, что талибам несколько раз сорвали концерты, и таким образом пришлось договариваться с властями РФ. Официальный представитель Талибана прокомментировал, уж лучше так, чем фоткаться с Мизулиной. Ну его нахуй. Блядь, а все, что звучит как музыка в опасности, интересно. Если вы вдруг живете в Афганистане и занимаетесь битбоксом, берегите свой рот. Грустная и актуальная новость. В России ожидается дефицит доширака. Конечно, потому что только лапши людям на уши навешать. Двигаемся дальше. Памфилова заявила, что России не нужна демократия в западном понимании. Не соглашусь. В России настолько демократия, что она избирательна даже в том вопросе, в чем же она, блядь, демократия. Такая изъебистая. Не знаю, нас в школе всегда учили, что в России демократия, просто, возможно, не договаривали, что слово «демо» означает пробную версию. 20 лет, блядь, было. 20 лет нахуй держалось, конечно. Заявление было сделано на форуме, который назывался «Территория смыслов». Видимо, эта территория еще не признанная. Республика... Двигаемся дальше. Путин провел открытый урок разговора о важном с 30 школьниками. Конечно, он там классическую свою шарманку рассказывал про то, что российский народ непобедим и надо творчески любить Россию. Но что, если мы в целом ошибаемся об уроке разговора о важном? Что, если до того, как включились камеры, дети зашли в класс, а там сид вован и такой. Значит, у мальчиков это называется пенис, у девочек вагина. Вообще, нормальная практика. Хочу, чтобы Путин помимо новогоднего обращения делал специальное обращение к ученикам. Это был тяжелый учебный год. И школьники такие, пшш, и не говори. У меня в этой четверти двойка по управлению беспилотником. Видели Москоу-Сити? Ну, блядь. Следующая новость. Рома Зверь выступил перед российскими военными в Украине. Ну, а раньше он высказывался против войны. Теперь эти записи из его соцсетей пропали. Он борьбы с коррупцией уже сделал про это видео и призвал Евросоюз наложить санкции на виллу в Европе. Рома Зверя за поддержку этой войны. Не знаю, насколько это правильное решение. Пусть это обсуждает суд. Насколько мне известно, у него перед этим подменяли пару концертов. И я не хочу выглядеть как человек, который защищает дурацкий поступок. Но есть ощущение, что это не совсем его искреннее решение. Скорее всего, власти напомнили Роману о своих новых авторских правах. И угрожали ему забрать букву Z из названия его группы. А нет страшнее участи, чем называться. Рома, верь. Кстати, про ФБК. Они нашли очередную яхту Путина, на которую во время войны потратили 3 миллиарда рублей. Соратники Навального рассказали и показали, как она выглядит. Это и стоимость некоторых предметов утвари. Например, там купили столик журнальный за 8 миллионов рублей. А вы говорите, в России проблема с журналистикой, ебаный в рот. Там же, кстати, обнаружили ковер за 5 миллионов. И мне кажется, из-за того, что на яхте работают силовики, когда ковер выбивают, он дает чистосердечное признание в экстремизме и терроризме. Я посмотрел на эти цены в расследовании. И у меня теперь есть, что ответить украинцам, которые обвиняли меня в том, что мои налоги шли на войну. Нихуя подобного. Судя по этой смете, все мои налоги ушли на 4 расчески, ебаный. Быстрая новость. Жителям Северной Кореи во время шторма Парикин давали первым делом спасать портреты Ким Чен Ына. В рамках гуманитарной помощи АТРФ отправили в КНДР портреты Путина. Новость про моего любимчика. Депутат Виталий Милонов предложил запретить в России гороскопы и карты Таро. Ну что я могу сказать? Классический водолей. Впрочем, Виталик занимается тем же, чем и обычно. Пытается оставить Россию без будущего. Вот только если кому-то дело до предложения Милонова, остается только гадать. Новость про второго моего любимчика Виталика. Актера Викталия Гагунского, сыгравшего Кузю в сериале «Универ», не пустили в Грузию из-за поддержки войны. Виталий прокомментировал специально для нашего шоу произошедшее. Блин-блинский, потеря, потерь. Мы это вырежем. Это ебаная шутка. Но зато вы ее проглотили и вам хорошо. Все ради вас. Люди в интернете не узнают, какие мы долбоебы. Все круто. Порнхаб в бета-версии выпустил Shorties. Ленту с короткими быстрыми видео в стиле ТикТока. Ну что, мужики, поздравляю, ебать. Контент нам по зубам. Специально под скорость нашей мастурбации. Из моего цеха новость. Руслана Белого 1 сентября объявили иностранным агентом. Что я могу сказать? Посылаю лучи поддержки моему земляку и коллеге. Считаю, что это супер незаслуженно. И вообще, мне кажется, что это какая-то ошибка. Потому что единственное иностранное внедрение, которое у него произошло, это его новые волосяные луковицы. Извините, у меня просто... Она жжется каждый раз, когда я забываю напоминать вам, что если вы хотите найти и купить дешевые билеты, вам нужно на Авиасейлс. Пиздежа, серьезно. Она щипет, даже когда я открываю сайты конкурентов. Все, я понял. Продолжаем. Ладно. Продолжаем новости. 18 сентября выходит продолжение культового сериала «Папины дочки». По сюжету, следующее поколение семьи Воснецовых вновь оказывается без мамы. И отец вынужден в одиночку справляться с кучей детей. Куда пропала мама? Есть неподтвержденный слух. Окей, давайте перейдем к главной новости. Самолет Евгения Пригожина потерпел крушение. Предположительно, в результате взрыва вместе с экипажем и пятью пассажирами. И командиром ЧВК Дмитрием Уткиным. Мини-трагедия из-за этого произошла и у Иосифа Пригожина, и Дмитрия Ларина, которых, мне кажется, все заебали. Что я могу сказать по поводу этой новости? Ну, в каком-то смысле, Пригожину, наконец-то, дали боеприпасы, Которых он так просил. Есть много версий, что произошло. Например, что это все была инсценировка. Одна из официальных версий, которую высказал Кремль, крушение самолета, это то, что была, возможно, ошибка экипажа. Я даже знаю, что это, блядь, была за ошибка. Это то, что экипаж подумал, да Путин его простил, добро пожаловать на борт, Евгений. Это слишком поздно, и мы продолжим обсуждать произошедшее после небольшой паузы. Евгения Пригожина убили. Его похоронили, ФСБ охраняло похороны. Короче, в прошлом выпуске, мы когда снимали, у нас здесь был огромный блок, где мы разгоняли про Пригожина. Ну все, раз он подвинул на Путина, он ходячий труп. Ну то есть, он нигде не будет в безопасности. Я решил не выкладывать, потому что я такой, дай-ка я, блядь, посмотрю, вдруг, что случится в ближайшее время. У нас же есть куча законов про то, что можно говорить и что нельзя, но я считаю так, надеюсь, что организаторы этого убийства будут судить, и он будет сидеть в тюрьме. Пригожин очень спорный тип, неофициальная ячейка, которая причастна к убийству кучи людей, вот эти убийства кувалдами и так далее. Но в какой-то момент в России он стал единственным типом, который хоть как-то взбрыкнул против Путина. И из-за этого многие люди такие, о, кажется он положительный персонаж. Еще и мемы смешные с этими его бородами, усами, ебать, он классный. Ну вот какая была проблема до того, как его грохнули. Вы все, наверное, видели прекрасно это видео, где Пригожин начал говорить, да не бомбили мы Донбасс 8 лет, с Зеленским можно было договориться, война, типа, абсолютно просто безответственно ведется, люди умирают. Типа, Шойгу просто ублюдок, все пиздец, Герасимов, да, иду с этим, с маршем справедливости. И вот позвонил Лукашенко, и вот что он ему такого, блядь, сказал, что исправила нахуй ситуацию? Что он такой, а вот все мои претензии до этого, блядь, обнулены. У нас, кстати, совершенно случайно и есть этот звонок, и мы прямо сейчас его вам покажем. Привет! Привет, это кто? Это Райгорович Лукашенко. А, здорово! Семь дней! Секретные материалы, которые попали нам в студию. Больше всего меня насмешило то, какую роль здесь сыграл Лукашенко во всем этом замесе. Потому что вот что он говорил 27 июня после того, как военный мятеж Пригожина не удался. Я и сказал Пригожину, это гарантия. Что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. Я гарантирую тебе полную безопасность и твоим ребятам. А вот что он сказал сразу после гибели Евгения Пригожина 25 августа. Что касается безопасности, никогда так разговор не шел. Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в этом, в таком ключе разговор не шел. А это да, никогда ничего не говорил про изюм. Давайте так, нахуй. Раз такая хуйня работает, давайте так. Не, я в суперугаре от того, что он как будто уже забил хуй. Снимают его, блядь, не снимают. За эту вырезку огромное спасибо. Телеканал Дождь, это просто потрясающе. Главное, в чем убедился из этой аудиозаписи, в том, что даже если Лукашенко лишится своего поста президента, он не пропадет. Любой магазин бытовой техники с руками оторвет, нахуй, такого сотрудника. Приезжаешь, говоришь, блядь, утюг не работает. Говорит, я вам никаких гарантий про это не давал, блядь. Ну вот, что самое подозрительное и жуткое в смерти Евгения Пригожина. Помимо того, что все говорят, что может быть это, он не мог, он точно должен был знать, что это произойдет. Он не мог, он это точно инсценировал, там должен быть какой-то протокол. Меня гораздо более мистично, мне кажется, другой элемент. Потому что ровно за сутки до этого Эльдар Джарахов вновь запостил в сторис анонс нового трека. И это, если вдруг не в курсе, это, ну, как бы частенько происходит. Это уже четвертый раз, когда Эльдар своими релизами предрекает какой-то пиздец. Хочу лететь на джете и считать все свои деньги, деньги, деньги. Строчка из последнего трека Эльдара Джарахова. Деньги оказались слишком тяжелыми. Деньги оказались слишком... Я, короче, уже понимаю, что два раза это случайность, три совпадения, четыре закономерность. Поэтому сейчас на ваших экранах специальная рубрика «Прогноз на жизнь», основанная на датах будущих релизов Эльдара Джарахова. Итак, я спросил у Эльдара о его творческих планах для того, чтобы нам чуть лучше понимать, что нам делать в будущем. Привет, бро. Смотри, на сентябрь план такой. Первого и десятого «Злой малой» по релизу. Двадцать второго сентября «Джарахов». Там трек со Славой Мерло. Если вы слышите эту информацию, вы все слышали. Первое, десятое и двадцать второе сентября. Пожалуйста, оставайтесь дома. Прогноз не очень благоприятный. Может что-то произойти. Слушаем дальше. Дальше. В октябре тоже по синглу планирую. И от Джарахова, и от Злого малого. Даты пока плавающие. Они зависят от того, как сентябрьские релизы себя покажут. Вы прекрасно слышали его. Даты плавающие. Вполне возможно, что в октябре произойдет какой-нибудь прорыв плотины. Возможно, будет какой-то природный катаклизм. Скорее всего. Ну и следующая часть сообщения Эльдара. Ну и ноябрь. Вот в ноябре планируется пиздец. Где бы вы ни были, если вы слышите это сообщение, ради всего святого, уедьте на ноябрь из России. На целый месяц. Ну и как говорится, безопасного пятничного релиза и дохранит нас Бог. Очень пиздатая новость, которая мне сильно понравилась. В России появится реестр сказок. И короче, это на самом деле нормальная новость. Это сделано для того, чтобы типа не было проебано культурное наследие, что там будет, они все будут в одном месте зарегистрированы. Но мне показалось, что раз они сейчас так цензурят музыку, там типа пикуют маты, наркотики, вполне возможно, что отдел Э просмотрит и сказки старые, на предмет того, что оно может дискредитировать как-то Российскую Федерацию и военных. И я решил подумать, что давайте поразгоняем, какие могут быть опасности в нашем фольклоре. Значит, Бурантинон. Надо его взять на карандаш. Будет жаль, что если и он станет жертвой палочной системы. Надо запрещать репку, потому что там сказка начинается с того, что дед сам не справился нахуй. Дед тянул-тянул. Колобок. Чистейший инагент. В смысле, это от какого такого дедушки он ушел? От Байдена. От Байдена? Тогда наоборот заебись. А бабушка кто? Это Меркель? Блядь, тогда наоборот, тогда патриотичная сказка получается. Ладно. Каша из топора. Пропаганда наркотиков. Естественно. Потому что что это за каша такая, после которой рубит? А, блядь? Я, как человек, который работает на Ютубе и который следит за этим, очень давно переживаю насчет того, что в ближайшем, ну, короче, к концу года, возможно, заблокирует Ютуб. И каждый раз, когда я это говорю, звучит, как будто я паранойик ебаный. Но! Буквально недавно была новость, и не знаю, видели вы ее или нет, что Роскомнадзор тестировал сайт, который как прокладка работает, через который можно смотреть Ютуб, типа, уже отфильтрованный. Будьте здоровы. Ростелеком? Ростелеком. Все, заебись. Я вставлю, как будто я сказал с самого начала. Все, круто. Это, скорее всего, случится. Я начинаю размышлять на тему того, что сейчас же еще нейросети суперсильно развиваются. И они не решились, как я понял, судя по этим новостям, полностью блокировать Ютуб, потому что там куча информации, куча всяких туториалов и так далее. Они вот более мягкий способ ищут. Просто вот они на это... Вот, смотрите Ютуб, конечно, через этот сайт. Просто там не будет контента, дискредитирующего режим. Но я подумал, что если и это они подумают, что слишком, типа, жестко, и прикольно было бы, если бы там какой-нибудь... Ой, бля, я не могу так говорить, они иногда рекламу покупают. Прикольно было бы, если бы какой-нибудь... Если бы они какой-нибудь придумали какую-нибудь нейросеть, которая с помощью дипфейков меняла оппозиционный контент на патриотичный... Типа, включаешь популярную политику, а там все просто поют шамана, ебать. Охуенно! Охуенно! Плюсом, короче, в копилку того, что, скорее всего, они правда заблокируют Ютуб и в целом сервисы Гугла, буквально три дня назад появилась новость о том, что, по-моему, ВК... Да, ВК запустил сервис, который позволяет очень просто по одному клику перенести все свои файлы с любого файла-обменника на облако Mail.ru. Интересно, зачем? Что это за такой сервис? Есть кто-то из здесь присутствующих, кто периодически ездит в Россию? Поаплодируйте. Как вас зовут? Кристина. А что вы там делаете? Ну, в плане, вот какой... Зачем вы туда приезжаете периодически? У меня там родные. Понимаю. Ну, ладно, ты пусть тогда от тебя. Мне нечем крыть причину, по которой и я собираюсь туда ехать. Я беспокоюсь, что в какой-то момент железный занавес окажется цифровым, что эту блокаду навесят, и мы не сможем коммуницировать с роднёй, потому что сейчас мне вот, условно, мне пока не хочется ехать к бабушке, потому что она всё время мне в видеокружки хуярит. Но если эта возможность исчезнет, кажется, придётся ехать. Если, по сути, весь мир отрежут от России, Россию от всего мира, мне кажется, находясь внутри, будет крайне сложно вообще... Что, у меня тут пятно какое-то? Вы просто глянули? Нет? А, я подумал, вы что-то заметили? Я такой, ну я лучше проверю, нахуй. Даже и без блокады. Ютуба периодически бывало крайне сложно объективно оценивать реальность, потому что, положа руку на сердце, наверное, никто из здесь присутствующих, и вообще в целом в России, не может искренне сказать, какое на самом деле положение вещей в обществе относительно, типа, настроений. Потому что все, блядь, оценки, они рисуются, непонятно как проверяют, все эти опросы тоже хуй пойми. Людей спрашивают, они боятся, говорят что-то, какую-то дополнительную дают статистику, неясно, насколько она правдивая. И самое страшное во всём этом непонимании, то, что, ну, покойный Евгений Пригожин, царство небесное, сделал охуительный сервис с ботами. Потому что Пригожинские боты, это не просто, типа, название, это прям охуенно масштабная большая сеть, и не всегда только ботов. Часто это люди на зарплатах, которые пишут нужные комментарии. И иногда из-за них создается ощущение, ну, что ты смотришь какое-то видео, там, говорит, какой-то полный пиздец, ты заходишь в комментарии, и там все такие, круто, я тоже так думаю, молодец, она крутышка, и ты такой, ебать, это со мной что-то не так, нахуй, и я не понимаю, люди поддерживают это? И иногда это доходит настолько до смешного, пока что. Приведу пример. Совсем недавно ВКонтакте запостили статью про Кадык, употребив в статье название Адамово яблоко. И в комментарии налетели боты, которые хвалили Рамзана Кадырова. Потому что его... Сына зовут Адам Кадыров. Я говорил, заперезписал. Все. На этом мои полномочия все, про Кадырова закончили сегодня. У нас, как это, блядь, в рейтинге, PG-13 в фильме один раз фак можно сказать, у нас можно сказать Кадыров, и все, двигаемся дальше. И сейчас, да, как бы понятно, всегда можно, ну, часто можно отследить, что это все-таки фейковый комментарий, что это, скорее всего, боты, но в будущем, скорее всего, это будет сделать крайне сложно. И прикиньте, ну, типа, если так поразгонять, насколько может случиться невероятный разрыв нашей связи вообще с теми, кто там там, нашими близкими, кто там остался, потому что закроется интернет, начнут показывать только правильные видео и только писаться правильные комментарии. И ты хочешь, не хочешь, такой, блядь, да вроде никто на нас не ругается, вроде бы альтернативных никаких мнений нет, все заебись. Да, смущает, что Руслан Белый инагент, а я нет. Да, смущает. Но я при этом не хочу быть инагентом, но при этом у всех крутых мальчиков уже есть, блядь. Кто из здесь присутствующих пробовал изначально жить в Европе? Можете поаплодировать? Как вас зовут? Никита. Никита, почему вы, где вы пытались пожить? Польша. Польша, почему вы оттуда уехали? А вы че ему подсказываете, нахуй, почему? Ну и что он по другой причине уехал. Вы выиграли гринкапу? А. Ну, а вторая причина, да, это, ну, яйцами кидали. Яйцами кидали? Да, мы кидали яйцами машины. Из-за чего? А, русский номер. Точно. Это, на самом деле, та проблема, о которой думали мы, потому что в Европе есть такая херня. Ко мне один раз, когда я приехал в Польшу, подбежал чувак весь в камуфляже с украинской нашивкой и такой, ты поперечный. Я такой, блядь. Такой, ну да. Он такой, спасибо за то, что делаешь. Я думаю, ёб твою мать, слава богу, слава богу. И мы все время, когда у нас все спрашивали знакомые, типа, о чем мы именно в Америку съебались, мы говорили, да блядь, в Европе правда непонятная, ну, непонятная почва под ногами, потому что очень близко к границе, очень обострено, очень много людей, которые реально, ну, пережили трагедию, и люди просто злятся друг на друга. И еще и на каком-то государственном уровне постоянно шел базар про то, что давайте всем русским, блядь, ВНЖ отменим. И мы когда про это друзьям говорили, они такие, блядь, какой нахуй, как они отменят ВНЖ в Европе? И, бать, добрый вечер. Буквально со 2 сентября в Латвии отменяют все постоянные ВНЖ россиянам и просят, но там есть, как бы, лазейка. Они заставят их перепройти, короче, сдать экзамен на знание языка. Ну, их выгонят. Их, нахуй, выгонят. Я знаю, как русские, нахуй, учат языки. Ебать, это просто габарджоба. Пашу, все, дальше, нахуй, пиздует, нахуй. Букв купил, все, все нормально. Не знаю, непонятно, что делать. Возможно, кстати, Америка сейчас потихоньку подсуетится, потому что, ну, давайте так, мы белые. Мы самый приемлемый вид иммигрантов для них. Блять, ой, я вам сейчас, нахуй, расскажу самую стыдную хуйню, которая случилась, типа, вчера. У меня есть проблема, я иногда говорю вещь и не думаю о том, что говорю, и сразу говорю. И, короче, еще сложнее, когда ты на английском говоришь, потому что тебе приходит мысль, и ты то время, которое ты обычно тратишь на то, чтобы подумать, а не хуйню ли я сейчас скажу, ты тратишь на то, что на перевод, ебать. И я поехал встречать ребят из Little Big. Прилетели вчера из тура, я поехал их встречать в аэропорт. И я стою с табличкой, типа, старики, жду ребят, и со мной рядом стоит какой-то, ну, типа, взрослый, седой американец. Улыбается, зубы белый пиздец. И что-то мы с ним разговорились. Там проходили девушки с огромными чехлами. И он говорит, это, наверное, музыкальный инструмент. Я говорю, по-моему, это складные велики. Он такой, о, нихуя. И он подумал, что я гуру, ебать. Я ответил на тот вопрос, на который он не знал. Так круто, что он говорит, я тебе сейчас все расскажу про свою жизнь. И он мне говорит, откуда вы? Я говорю, ну, я из России. Он говорит, о, а у меня, говорит, мама американка, а отец немец. Я говорю, понятно, говорю, клевый микс, прикольный коктейль. И он мне зачем-то сам начинает говорить. Только говорит, почему-то, я, говорит, знаю всех родственников со стороны матери, но со стороны отца родственников след куда-то теряется. И первое, что мне приходит в голову, я на просто на искреннем, я просто на искреннем ему говорю. Говорю, ну, попробуйте поискать в Аргентине. И он такой, и я не понял, я его расстроил, или он впервые в жизни такой, о, вау, все сходится. Мы выступали в клубе Flappers, и я решил попробовать выступить на английском, потому что в зале были американцы, и еще были чернокожие ребята, которые работали официантами. И мне надо было объяснить для них, в чем смысл дальнейшего блока, потому что, если это не сделать на английском, ну, меня могли отпиздить. Потому что я им начал разгонять такую хуйню. Я говорю, смотрите, я этого не знал, но оказалось, что в русском языке есть слова, которые абсолютно неприемлемы для американского уха. Например, слово в нашем языке, которое обозначает бук, ебать, звучит как книга. И официанты такие, я говорю, да, это basically, N-word with a K, это beginning, это типа вообще не имеет ничего общего с расизмом, это просто бук, типа так звучит. И они такие, ладно, наверное, показалось, они что-то на своем языке говорят. Я говорю, или слово негодяй. И они такие, так нахуй, так нахуй. Я говорю, не-не-не, забейте, типа все в порядке, это не то, что вы подумали, оно всего лишь значит bad guy. И они пиздец, они так, они не прощались со мной. Очень жаль, в России запретили для проката Барби и Оппенгеймера, вот недавняя новость, самая свежая. Они сказали, что эти фильмы не отвечают традиционным российским ценностям. Я такой, то есть, получается, фильмы против патриархата и ядерного оружия не вписываются в тот курс, который ведет сейчас Россия. Пу-пу-пу. Не знаю, я лично, кто смотрел Барби? А кто смотрел Оппенгеймера? Пополам. Ну, короче, не будут спойлерить, но там в одном из фильмов в конце придумали ядерное оружие. Розовое, наверное. Марго Робби там вообще ее бы дала. Поэтому и сборы такие, поэтому и касса такая. Я вам честно скажу, я дважды плакал на Барби. Я плакал два раза. Я пришел поугарать и я такой, господи, она впервые видит старика. Ааа, нахуй. Я на Барби плакал два раза, а на Оппенгеймере я плакал раз десять. Потому что, нахуй, смотреть Оппенгеймера на английском языке это пиздец, блядь. Это просто пиздец. Я еще сидел на втором ряду, у всех ебальники косые, нахуй. И все разговаривают. Еще, блядь, термины эти ебучие. Потом, блядь, хуяк, какая черно-белая вставка, но он там старый. Потом та же самая сцена, но он цветной. Я такой, это будущее или прошлое? И он такой, блядь, это просто ужас. Я в конце из зала выхожу, мы на предпоказе были, у меня спрашивают, ну как тебе? Я такой, я его посмотрел. Вот все, весь отзыв, который у меня есть, я его видел. Как отношусь к смолтокам в Америке? Как отношусь к смолтокам? Хороший вопрос, потому что, что такое смолток? Да, до старых дела. Ну как дела у тебя? Все, вот он, блядь. Проблема, вот в чем. Когда ты только сюда приезжаешь без знания нюансов, охуеть, как странно, когда мимо тебя проходит человек и такой, как дела? И пиздует дальше. И ты такой, ну ведь, и непонятно, ну то есть, я до сих пор, я как бы понимаю, что ага, это не имеет той же силы, как у нас, как дела, как наша, как дела, но при этом отвечать на, типа, как дела? Говорит, как дела? Это какой-то длбэебизм. Как будто элемент пропал, блядь, из этого взаимодействия. Нет такого. И у меня, у меня язык не поворачивается, когда мне спрашивают, как дела? Я такой, да я из дома съебался из-за войны, я не могу сказать, good thank you, блядь, how are you? Как в школе? Как в школе? Как мама, когда спрашивают, как оценки? Нормально, блядь, да, да. А как, ну типа, как нормально отвечать на how are you? Просто вот в чем дело, я вас понимаю, да, да, с одной стороны, и ты только принимаешь правила игры, и в какой-то момент американцы такие, блядь, у меня жена пришла в Whole Foods, нахуй, купить еды, и этот кассир такой, а что вы готовите? И она такая, а это надо сказать, good, and you, нахуй, типа, ну это уже, такой вопрос ебать. А как вот, девушка, вы вот задали вопрос, какой у вас есть совет для того, чтобы быть более ловким в смолтоках в Америке? Ну, я вообще, ну очень люблю эти смолтоки тоже, но это очень хорошая практика английского языка, поэтому мне кажется, что надо просто отвечать на эти вопросы, и я не вынуждена слушать твою хтонь. Да, да, понимаю. Знаешь, я схибался из своей родной страны, там сейчас война, все хуево. И он у тебя в ответ, а у меня хорошо, спасибо, у меня все хорошо. Не, в Америке, правда, заебись на самом деле, смолтоки хорошо практикуют английский только в том реально ключе, что они спрашивают, как дела, и упиздовывают. И ты стоишь, нахуй, практикуешься, говоришь, дорого, блядь, рубль растет, хуй знает, как переводить деньги сюда, блядь, просто как бабка вот эта сумасшедшая. А потом ты не замечаешь, и ты вот этот хуй со спущенными штанами, который согнутый стоит, и что-то буробит, блядь, на обочине. И, блядь, бабушка, блядь, умерла, я ее не видел бы. Ты меня ебанул моей же шуткой из предыдущего выпуска, нихуя ты тип. Ладно. Блядь. Я уверен, что если я это вставлю, меня каким-то хуем обвинят, что я спиздил ее у тебя, ебань. С моей удачей. Цвет зрачков у твоего пса выглядит не очень здоровым. Бля, прикиньте, вот людям некоторым, типа знаменитостям, дарят тачки нахуй. Типа там, какие-то дорогие подарки. Бля, Даня, мы тебе можем вакцинации поставить, ты охуеешь, ебань. От всего. Джонсонс и Джонсонс тебя въебем нахуй. Кови-вак даже сюда привезли. Хуярь. Не, мне очень приятно. Класс, ребята, блядь, спасибо, что пришли. Шутка мы спиздили на свой подкаст. Она всем зашла вообще. Бля, я очень рад, ребят. Берите, пользуйтесь, охуеть. У меня есть тоже, возьмите еще одну. У вас не будет с ней проблем, смотрите. Некоторые города забавно называются. Например, Борисоглеб. Что это, город Борисов и Глебов? Ёбаный врод. Кажется, на этом мы и закончим этот выпуск. Потрясающе. Бля, ребят, на самом деле, спасибо, что пришли. Спасибо вам огромное, вы спасибо, что смотрели. Мы провели с вами потрясающие полтора часа с вами, судя по тому, какие шутки были смешные, нет, потрясающие 7 минут. И увидимся в следующий раз. Пока. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ